Какими достижениями отмечен этот учебный год? Сколько магнитогорцы задолжали ресурсоснабжающим организациям? И какие сюрпризы готовят очередной водный сезон на Урале? Эти темы стали основными в повестке аппаратного совещания в администрации города. С подробностями Татьяна Артеменко. Традиционное аппаратное совещание Сергей Бердников начал с приятного. Вручение благодарственного письма директору объединенной сервисной компании Сергею Ласькову. Инициатором этого награждения стало Главное управление по труду и занятости населения Челябинской области. Нашего земляка оно решило отметить за активную помощь в развитии конкурса профессионального мастерства для людей с ограниченными возможностями здоровья. Я могу от себя добавить, что действительно это на сегодня, наверное, самая крупная компания. На комбинате она вторая по росту и по объему производства. Ну и, наверное, я бы сказал и по значимости. Ну а в городе это самое крупное лидирующее предприятие, поэтому, Сергей Алексеевич, еще раз. Затем короткое сообщение о новом назначении. Пост главы Арджинкидзевского района займет опытный управленец Владимир Ушаков и сразу к работе. Первыми в повестке дня итоги учебного года, судя по которым магнитке вновь есть чем гордиться. Если говорить о результатах, то в этом году в учебном 135 учащихся награждены дипломами областных олимпиад по образовательным предметам. Из них 6 учащихся стали победителями и призерами с Российской Олимпиады школьников по математике, физике, химии, экологии, географии. 146 выпускников награждены медалями за особые успехи в учении. 16 школьников получили на их максимальные 100 баллов. И впервые за последние три года появились 100 баллов у нас по математике и физике. Эти успехи, констатировала Наталья Сафонова, результат работы не только педагогов, но и администрации города, которая сегодня старается создать все необходимые условия для комфортного обучения. Глава соглашается, делается действительно очень много, но решить все-таки удалось далеко не все проблемы. Одна из наших сегодня серьезных проблем, это, наверное, то, что у нас значительная доля детишек занимается в две смены, это плохо. И здесь мы будем с вами, конечно же, в этом направлении надо работать. Будем работать с областью, конечно, нам необходимо еще строительство дополнительных школ. К слову сказать, эта работа уже вовсе идет, и в 145 микрорайоне на данный момент строится школа на тысячу мест. Так что здесь ситуация скоро разрешится. Зато в жилищно-коммунальной сфере, похоже, быстро это сделать не удастся. Размер долгов населения за коммунальные услуги просто ужасает. На 1 июня задолженность перед ресурсно-обращенными организациями, как я уже говорил, составляет 3,1 миллиарда рублей. И дни задолженность населения – 90,5 процента. Просроченная задолженность – это задолженность более двух месяцев. На 1 июня составляет 1,8 миллиарда рублей. И дни задолженности населения – 88,9 процента. Станислав Чернышев не скрывает – тот, кто не платит, играет с огнем. В судах сегодня находится 5709 исков на сумму более 90 миллионов рублей. А это значит, что неплательщиков ждет не только отключение воды, газа и света, но и, скорее всего, арест имущества. Как бы там ни было, раз мы пользуемся услугами ЖКХ, надо их оплачивать. Эти деньги, они просто отсутствуют в обороте и делают невозможную работу в предприятии ЖКХ. Нам приходится в банках брать кредиты, кредиты под большие проценты, все это знают. Поэтому это ставит наше предприятие в невыгодные условия и замедляет темпы инвестиционной деятельности, и замедляет темпы развития предприятия. То есть, в общем-то, это, в свою очередь, опять сказывается на нас же на жизнь. Так что в покое должников не оставят. Ну а тем, кто заплатил исписпокойно, пора вспомнить о своем здоровье. Благодарительный фонд «Металург» проводит замечательную акцию «Километры добра». 13, 14 и 15 июля акция будет также продолжаться целый день. Поэтому все жители города Митогорска, коллеги, вы можете поучаствовать в этой акции. Вы можете заранее оплатить километры, а также можете оплатить километры непосредственно в парке «Увечного огня» в помещении проката, где вы получите бейдж и пройдете свои благотворительные километры. Благотворительными эти километры станут потому, что все деньги от акции пойдут в помощь нуждающимся детям. Помимо этого, в эти выходные все желающие еще смогут отправиться и в водное путешествие по Уралу. При поддержке генерального директора по МНК, по всей видимости, глядя на Урал, который у нас действительно к этому году очищен, посмотреть, что там жизнь-то бурли только на пляже, было принято решение с юбилейного привезти на нашу воду города Митогорска катера и гидроциклы и осуществить катание жителей. Взять катер на прокат можно будет на причале в парке Лукоморье, расположенном на территории спортивного клуба «Металлург Магнитогорск». Остается только напомнить, что все эти новшества стали частью целого ряда мероприятий, приуроченных к празднованию Дня города и Дня Металлурга. Татьяна Артемко, Алексей Гондаренко, телекомпания ТВН.